всем привет и добро пожаловать на канал биби таки dolls и сегодня я расскажу вам про то как покупаются куклы интегрити то есть и про v club о том что это такое сколько это стоит и как это делать итак если вы решили вступить в v club в двадцать первом году то нужно заняться этим уже сейчас зайдите на сайт интегрити то есть во вкладку v club и там увидите форму которой нужно написать свое электронную почту свой email для того чтобы вам пришло письмо которым будет написано что регистрация на двадцать первый год началась начнется она примерно в феврале какого точно числа сказать нельзя потому что каждый год это разные числа и срок может немножко удлиняться тем более в этом году потому что двадцатый год был карантинный и сроки немного сдвинулись как только регистрация начнется вы заходите на ту же страницу и уже регистрируйтесь на следующий год в письме вам пришлют фотографии точнее фотографии не совсем фотографии а прототипы кукол вступительных кукол этого года будет три куклы как и каждый год каждый год выходит три куклы вступительные и вам нужно будет определиться кого из них вы хотите себе заказать то есть можно заказать либо одну либо две либо три куклы но только по одному экземпляру то есть нельзя заказать двух одинаковых кукол даже если всех остальных вы не хотите заказывать чтобы заказать одинаковых кукол нужно будет купить два членства в club integrity toys это не запрещает делать как только вы вступаете в клуб вам нужно будет оплатить несколько вещей во первых это само членство в клубе она стоит 50 долларов 50 долларов вы платите сразу за то что вы становитесь членом в клуб а затем 25 долларов вам вернут в виде купона этим купоном можно будет оплатить часть следующей покупки также вы сразу оплачиваете часть кукол которых хотите заказать из тех самых трех вступительных то есть если кукла вступительная стоит 135 долларов то 25 долларов вы оплачиваете сразу 110 и доставку уже после того как эти куклы выйдут выходят вступительные куклы обычно в июне двадцатом году все пошло немножко не так поэтому они вышли в августе но обычно это июнь то есть полгода вам нужно будет ждать этих кукол они не придут к вам сразу но будем идти по порядку то есть вы зашли на сайт начали регистрацию вам нужно будет ввести некоторые свои личные данные то есть фамилию имя отчество ваш адрес на который вы хотите отправлять свои посылки я пользуюсь услугами склада в сша потому что для меня это более выгодный способ то есть я не пересылаю от интегрити напрямую ко мне домой а пересылаю через склад и уже со склада к себе домой во первых этот способ быстрее и насколько я понимаю дешевле и плюс на склад вы можете отправить еще и другие посылки например с того же ebay или amazon и уже отправить себе все вместе одной посылкой сразу скажу про стоимость доставки я не могу вам точно сказать как будет дешевле но могу сказать что когда вы отправляете через склад то стоимость доставки одной куклы составляет в моем случае примерно полторы две тысячи рублей от чего это зависит это зависит от того сколько всего вообще вещей в моей посылке чем больше вещей в посылке тем меньше стоимость одной вещи но при этом нужно помнить о том что в нашей стране есть таможенные лимиты если вы выходите за этот лимит а он у нас сейчас 200 евро то вы доплачиваете еще и таможню которая ну понятное дело тоже у вас накладывается на доставку каждой отдельной вещи то есть в моем случае вся доставка от интегрити то есть дома его дома составляет за одну куклу примерно полторы две тысячи рублей об этом важно помнить потому что потом когда будут куклы выходить вы будете заказывать нужно понимать что чуть больше денег вы истратите чем написано изначально в прайсе за куклу регистрация в векла в двадцатом году продлилась с 6 по 29 февраля и в течение всего этого времени вы могли принимать решение участвовать вам в клубе или нет то есть и в течение этих трех недель можно было вступить в этот клуб я долго думала кого же из трех кукол мне выбрать в итоге так не смогла выбрать заказала всех трех обзоры на них вы можете посмотреть моих предыдущих видео ссылки оставлю и надо признать что прототипы куклу практически идентичны тому что вам приходит в итоге конечно же в живую все это выглядит немного иначе но на мой взгляд в живую куклы оказались лучше чем на промо-фото у веклаба очень хорошая работа со своими клиентами потому что они присылают огромное количество очень подробных писем что и как вам нужно делать то есть в принципе ничего искать извне вам не нужно какой-то информации изначально когда вы регистрируетесь в клубе вам нужно прочитать все те документы которые они присылают они присылают очень много правил о том как пользоваться клубом что можно что нельзя о том как пользоваться клубным формам опять же что можно что нельзя обязательно это прочитайте это важная информация которая во-первых поможет вам пользоваться всеми привилегиями клуба а во-вторых поможет избежать каких-то неприятных ситуаций также у клуба очень хорошая служба поддержки о том как я обращалась с ней я расскажу чуть позже когда мы до этого дойдем также при регистрации в клуб вам нужно будет указать не только shipping адрес то есть не только адрес на который приходит посылка но и billing адрес billing адрес это адрес вашей карты который вы оплачиваете свои покупки к счастью integrity то есть принимает российские карты здесь все хорошо вам не нужно заморачиваться с paypal или еще с чем-то то есть здесь вы можете оплачивать своей любой российской картой потому что я оплачиваем разными банками и все в порядке единственное что вам нужно указать вот этот самый billing адрес я указываю просто свой домашний адрес то есть главное чтобы город страна были указаны верно то есть если вы выпустили свою карту в москве то и ваш billing адрес должен быть россия москва за что вы собственно платите в самом клубе вы платите за возможность приобретать кукол integrity toys потому что большинство кукол от integrity toys выходит эксклюзивно для членов в клуб то есть купить каких-то кукол можно только если вы член этого клуба и также вы платите за саму работу которая с вами ведется потому что ожидание кукол integrity toys но довольно мучительно каждую куклу вы ждете иногда по полгода да есть куклы которые приходят сразу но очень часто куклу приходится ждать несколько месяцев для того чтобы это ожидание не было таким ужасным и мучительным веклап очень качественно работает со своими клиентами потому что примерно раз в неделю вам приходит письмо с какими-то новостями интересными видео мастер-классами какими-то конкурсами которые проводятся внутри форма то есть огромное количество разного полезного и интересного контента который помогает вам скрасить ваши ожидания и не забывать о том что вы являетесь членом этого клуба как только вы вступите в клуб через несколько дней вам начнут приходить как раз таки письма с правилами с тем как зарегистрироваться на форме по формам да можно пользоваться можно в нем писать можно в нем участвовать особо какого-то активного участия в самом форме я не принимаю участвую иногда в конкурсах иногда смотрю какие-то новости которые появляются читаю какие-то интервью от дизайнеров но какие-то дискуссии особо я там не веду хотя это тоже конечно же можно вы можете общаться с любыми коллекционерами с из любой точки мира вот вы зарегистрировались выбрали кукол вступительных все оплатили вам пришли все счета все чеки сказали ждите скоро все будет и в это время приходят разные письма с полезной информации и какой-то развлекательной информации примерно раз в неделю и 6 февраля я сразу вступила в клуб прям в первый же день потому что его очень ждала и 15 марта нам показали следующих кукол которые вы можете приобрести это была абсолютно новая линейка кукол которая называется метеор куклы на новых телах с новыми лицами и сейчас эту линейку активно развивают в этой линейке вышло пять новых кукол четыре куклы можно было купить через дилера то есть у стороннего продавца через сторонний сайт и одну вы могли пред заказать у самой компании integrity toys то есть она была эксклюзивна для членов клуба и если четырех предыдущих вы получали сразу то пятую нужно было очень так хорошо подождать конечно же мне понравилась та которую надо подождать ну и вышло так что все своих метеорок получили посмотрели открыли а я сидела и ждала еще несколько месяцев но не жалею потому что я заказала кики в белой шубке она мне безумно нравится очень красивая кукла и каждая кукла стоила 150 долларов то есть плюс еще доставка в моем случае доставка до склада со склада в россию и если нужна растаможня да если там на заказала что-то еще то еще и растаможня v club и вообще integrity то есть не отличается супер такой не то чтобы расторопность и пунктуальность я бы сказала то есть не всегда куклы выходят вовремя тем более этого не происходило конечно же в двадцатом году потому что карантин производство закрыто конечно же куклы производится в китае так как производство закрыто китай закрыт в общем то все пошло с задержкой и задержка этого года была довольно сильной но integrity toys v club всегда стараются держать вас максимально в курсе и с каждым письмом вам приходят какие-то обновления по датам когда придут те куклы которых вы уже заказали v club есть одно очень важное правило которое нельзя нарушать когда вам приходит письмо самой шапки в начале написано можно ли делиться где-либо этой информацией есть информация которую можно поделиться только на внутреннем форме и нигде больше это относится к мастер-классам к какому-то бонусному контенту который вам приходит также есть информация которой можно поделиться спустя сутки после того как вы получаете письмо это чаще всего происходит то есть сначала например вам показывают новую линейку кукол но обсудить ее в соц сетях вы можете только через сутки то есть сутки молчания должно обязательно соблюдаться и есть информация которую вы можете поделиться абсолютно сразу например если это какая-то линейка кукол который может купить абсолютно любой человек даже не являясь членом клуба очень важно соблюдать это правило так как если вас уличат в распространении информации за пределами форума например вы выложили какой-то мастер-класс либо вы получили письмо с новой коллекции кукол и сразу же выложили их в инстаграм то за такие поступки вас могут просто исключить из веклаба без каких-либо компенсаций поэтому к этому правилу важно отнестись с большим вниманием еще и потому что вот эта сама информация это и есть то преимущество которое вы получаете будучи членом клуба то есть собственно за эту информацию вы и платите 13 мая показали еще одну линейку кукол джем и голограммы и я не любитель этой линейки вообще не любитель 80-х поэтому как-то на эту линейку не обращаю внимание совсем но куклы эти выходили по предзаказу тоже для членов клуба прекрасное событие произошло 16 мая потому что 16 мая нам показали линейку travel poppy parker та самая линейка где выходили poppy parker нью-йорк милан токио и париж кукол нью-йорк милан и токио можно было купить через дилеров сразу париж это была лотерейная кукла начну я с тех которых можно было купить сразу потому что я приобрела себе нью-йорк и на самом деле сейчас я жалею что я не купила милан потому что милан мне тоже очень нравится но купить всех кукол которые выходят за год но для меня лично невозможно поэтому big club вообще это такое место где вам нужно срочно вспомнить о том что у вас есть какой-то бюджет нельзя заказывать все на свете потому что кукол выходит очень много так вот куклу poppy parker нью-йорк я заказывала через сайт-шоу через официального дилера integrity toys линейка travel была настолько популярна что ее раскупили может быть за час то есть может быть меньше потому что ее раскупили просто сразу и линейка действительно вышла очень красиво очень удачно очень детализированная я в восторге вообще от своей poppy parker нью-йорк ну собственно я в восторге от poppy parker париж наверное еще даже больше чем от нью-йорк париж покупалась немного иначе то есть это лотерея если вы являетесь членом клуба а вы естественно являетесь членом клуба если получили вообще это письмо вы как бы оформляете через магазин integrity toys лотерейный билет он бесплатный то есть вы покупаете за 0 долларов этот лотерейный билет на каждое свое членство вы можете купить только один лотерейный билет то есть если у вас два членства вы можете купить два лотерейных билета чтобы увеличить шансы на победу но если при этом выиграть два билета вы должны быть готовы что придется покупать обеих в кукол которых вы выиграете если вы не готовы к этому то заранее нужно написать в веклаб о том что вот вы у вас два членства в один человек и вы участвуете в этой лотереи через два членства просто чтобы увеличить свои шансы на победу вы не собираетесь покупать двух кукол и веклаб учтет это и выпал сможете купить только одну куклу а не 2 чем смысл в том что если вы приобретаете себе вот этот лотерейный билет и выигрываете право на покупку вы выигрываете не куклу вы выигрываете только право на покупку вообще бесплатного в интегрите то есть веклаб нет то есть есть только ежемесячные конкурсы я лично не выиграла ни в одном так вот вы получаете право на покупку если вы выигрываете это право на покупку то купить эту лотерейную куклу вы обязаны то есть если вы по какой-то причине передумали решили не покупать не хотите ее выкупать, то это тоже приведет к некоторым проблемам и может привести даже к тому, что вас исключат из клуба. Возможно, там это как-то решат более мирным путем, но вообще это правилами клуба запрещено. То есть, если вы решаетесь участвовать в лотерее, то вы обязаны купить куклу, которую выиграете. С 28 мая нам начали говорить о конвенции, которая проходит осенью. И в этом году конвенция была онлайн. Обычно это оффлайн событие, которое проходит в Штатах. Туда реально нужно прийти ножками со своим билетиком, и вы там общаетесь с другими коллекционерами, с дизайнерами. И конвенция это огромное событие компании Integrity Toys, и о нем мы поговорим, когда дойдем до осени, потому что здесь информации будет очень много. Пока что мы только знаем, что да, мы сможем купить билет. Я не буду очень много говорить о том, как покупался этот билет. Лично я купить билет не смогла, потому что билетов очень мало, их меньше тысячи. Во время вот этого штурма сайта Integrity Toys, чтобы купить эти билеты, сайт обрушился, он не выдержал такой нагрузки, и билеты были куплены за 8 секунд, что-то такое. И очень многие люди отправили деньги, то есть деньги у них списались, но в итоге было продано билетов больше, чем их есть на самом деле. И поэтому Integrity Toys вручную сидел, смотрел транзакции. У кого эта транзакция прошла раньше, тот и получал билеты, остальным деньги возвращались. Поэтому конвенцию я просто посмотрела. Конечно же, ничего из конвенции купить не смогла, кроме двух кукол, но о них чуть позже. 3 июня нам показали еще одну лотерейную куклу Веронику от дизайнера Джейсона Ву. И я в этой лотерее решила не участвовать. В общем-то, это такая же кукла, которая выходила в прошлом году, но в прошлом году выходила брюнетка Ванесса, а в этом году вышла шатенка Вероника. И я подумала, ну она же не такая классная, как брюнетка Ванесса. Не буду участвовать в этой лотерее, не буду ее заказывать, тем более, что она дороже, чем обычные куклы. То есть, если средняя цена на кукол Fashion Royalty, New Face, Poppy Parker где-то 150 долларов, то это стоило 225. И, в общем-то, я решила, да не надо она мне. Тупая была идея, потому что кукла очень красивая, и я очень жалею. Вот за весь год я, на самом деле, больше всего жалею, что я не купила вот ее. Но будем считать, что этот год был пробный. Теперь я понимаю, что, когда выходит, в каком количестве, и на что стоит обращать внимание, на что можно немножко подзабить. Лотерейная кукла Джейсона Ву — это точно то, на что стоит обратить внимание. 5 июня нам предложили еще одну лотерею на мальчонку из линейки Monarch. Но так как я не собираю мальчиков, в моей коллекции исключительно девочки, один-единственный мальчик Кен есть, то линейку Monarch я просто пропустила. 18 июня нам рассказали, что есть способ посмотреть на конвенцию. То есть, нельзя купить что-то из того, что будет показано на конвенции, но посмотреть ее можно. И это будет бесплатно. В случае, если вы покупаете одну или двух кукол, которые будут представлены на конвенции, это такой специальный пакет. И это были Вероника и Адель, то есть две куклы, с которых началась линейка Fashion Royalty. И они были представлены в виде эскизов. То есть, это нарисованное, это даже не прототип, вы не понимаете, что вы получите в итоге. Но я посмотрела на все это и подумала, нет, мне это точно надо. И заказала обеих. На самом деле, долго выбирала, что, может быть, взять какую-то одну, и выбрать так и не смогла. Потому что, во-первых, была Вероника, а я очень давно хочу именно Веронику, красивую Веронику. А во-вторых, там была Адель темнокожая. И как можно отказаться от темнокожей куклы, я не понимаю. Потому что это мои любимые куклы. На самом деле, Адель вышла не такая темненькая, как я ожидала, потому что я думала, что она будет прям как Ванесса Сиренити. Но нет, она примерно того же скинтона, как Женя. Вступительная, то есть, она посветлее. Но все равно обе куклы очень красивые. Мне они в итоге очень понравились. Тоже обзор можете на них посмотреть. Я их вскрывала вместе с вами. Принцип заказа везде одинаковый. То есть, вы берете предзаказ, оплачиваете 25 долларов, и остальное оплачиваете уже по выходу куклы. То есть, если вы заказываете двух кукол, значит, вы оплачиваете 50 долларов, а остальное по выходу куклы. Самое сложное лично для меня было не забыть, что я уже что-то там заказывала, очень много, и они все выйдут примерно в одно время, и мне нужно будет все это вместе оплатить. И поэтому бюджетирование в Виклабе очень важно. И вот 25 июня, наконец-то, мы снова возвращаемся к той самой травел-коллекции Поппи Паркер. Вспоминаем о том, что нам показывали Поппи Паркер в Париж и обещали лотерею, и вот она, наконец-то. В этой лотерее я участвовала, я в ней выиграла и приобрела куклу. Хотя, на самом деле, мне кажется, выиграли все, потому что тираж куклы тысяча штук, и, наверное, все, кто хотел поучаствовать в этой лотерее, и кто поучаствовал, наверное, все и выиграли. Но, тем не менее, это не делает эту куклу как-то менее ценной, менее любимой лично для меня, потому что она очень красивая, и это самый-самый светлый скинтон, который у меня есть. Это тоже очень необычно. Это такая прям белоснежка. И о том, что я выиграла эту куклу, я узнала 5 июля. Вообще, когда вы получаете какое-то уведомление о том, что вы выиграли в лотерее, или о том, что вот куклы вышли, их нужно оплатить до конца, вам дают на это время. То есть вас не просят сделать это за два дня. Нет, вам дают примерно две недели, чуть больше, чуть меньше, на то, чтобы вы подготовились к этому морально, материально, и оплатили свой счет. То есть как только вы этот счет оплачиваете, через пару дней вам эту куклу высылают. Везде, абсолютно в каждом письме Integrity Toys, V-Club очень просят не заваливать их письмами, чтобы спрашивать, где-где-где моя кукла. Они обязательно их вышлют. Ничего никуда не потеряется. Просто иногда количество кукол, которые нужно выслать, очень большое. И V-Club просто с таким потоком не может справиться там за один-два дня. И приходится немножко подождать. Я задавала вопрос, что с моей посылкой, в момент, когда моя посылка просто где-то застряла на несколько дней. Я начала беспокоиться, мало ли что. Ну, как бы мы же привыкли к тому, что у нас там что-то, да, может потеряться. Но, кстати, нет. Почта России, надо признать, работает просто чудесно. Я ни разу ничего не потерялась. То есть я начала беспокоиться и написала им, задала вопрос, что что же случилось. На что мне сказали, все в порядке, все хорошо, не волнуйся, все придет в целости и сохранности. Просто нужно немножко подождать. В итоге я узнала, что там в эти дни в Штатах был какой-то смерч, торнадо. И у них в некоторых районах не было электричества. И поэтому доставки, ну, в общем-то, остановились. За весь год ни одна моя кукла не потерялась. Все дошло в целости и сохранности, хорошо упакованное. Никто не помялся, не сломался. То есть не случилось ничего ужасного и трагичного. Так же мне ни разу не пришел какой-то бракованный товар. Нет, возможно, конечно, я не очень такой скурпулезный человек, да, потому что часто люди говорят, там, вот, у них там разнотон в цвете лица и цвете тела, там, или вот у меня там какая-то не такая прошивка. Возможно, чего-то я не замечаю, но каких-то прям явных косяков у меня не было. Просто знайте, что в некоторых случаях Integrity Toys могут что-то заменить, да, там, либо какую-то часть там, либо прислать другую голову, если у вас там что-то случилось, да, и вам пришла кукла с бракованным макияжем. То есть вы просто общаетесь с компанией Integrity Toys, присылаете фотографии, и описываете, так-то, так-то дело произошло. И если это реально, действительно, брак, то вам либо всю куклу, либо какие-то ее части заменят. Если же это претензия у моей куклы слишком много укладочных средств, они выглядят как сосули, нет, вам не поменяют, конечно. Либо если вы скажете, там, вот у моей куклы разнотон, то, ну, как бы он разнотон у всей партии. Это не одна ваша такая уникальная кукла, у которой появился разнотон. Integrity Toys заменяли своих кукол, когда у них была партия с не очень удачным материалом, который позеленел. И тогда, да, это брак. А когда у вас просто там лицо чуть светлее, чуть другого оттенка, чем тело, это не брак. Это разные материалы, потому что голова и тело сделаны из разных материалов. И попасть точно тон в тон при производстве практически невозможно. 7 июля снова появилась еще одна лотерея на гифсет уже из линейки джема, голограммы. Ну, собственно, для меня, опять же, мимо. Но, если вам нравится вообще эта линейка, то знайте, что они выпускаются, выходит, их можно приобретать. Наверное, мои самые большие страхи и сомнения по поводу участия веклабы были в том, что как же я буду все это оплачивать, а как же это все будет доставляться, а вдруг что-то пойдет не так, потому что это все-таки дорогостоящие покупки, и вдруг все разрушится. Но на самом деле ошибиться при покупке кукол Integrity Toys через веклаб практически невозможно. Затем, когда я начала заказывать еще и через дилеров, поняла, что и через дилеров, в общем-то, ошибиться практически невозможно. Если вам совсем страшно, неуверенно и так далее, то просто откажитесь пока там на время, на первое время от покупки через дилеров, потому что это покупки в других магазинах, и Integrity Toys не несет за это ответственности, не сможет помочь. Но когда вы покупаете внутри Integrity Toys, то компания присылает вам подробнейшую, просто огроменную инструкцию с кликабельными золотыми кнопочками, куда нажать, чтобы вы сразу попали туда, куда нужно, да, и все, что вам нужно, это просто зайти в свой личный кабинет, положить в корзиночку и оплатить. Все остальное у вас уже сохранится вместе с адресами, с вашими данными, то есть ничто, никуда уйти не так не может. И если у вас возникают какие-то проблемы, то служба поддержки вам обязательно в этом поможет. И 22 июля снова показывают гифсет, еще один, джем и голограмма, который вы можете купить. Первый пришел, первый купил. Вообще забыть что-то или пропустить довольно сложно, потому что Integrity Stoys и Club все письма повторяет вам два раза. Вообще это выглядит так, то есть, друзья, завтра мы пришлем вам информацию вот об этом. Друзья, сегодня мы высылаем вам эту информацию. Там, проходит пара дней. Друзья, напоминаем, что мы вам высылали вот такую информацию. поэтому пропустить что-то, забыть практически невозможно. То есть, если вы открыли письмо, прочитали, замотались, забыли о чем-то, вам пришлют его еще раз. Ну, конечно, не в той ситуации, когда это не предзаказ, да, а мы покупаем вот прямо сейчас. Тогда, скорее всего, если вы пропустили письмо, то все. Скорее всего, вы уже этих кукол не купите, просто потому, что кукол Integrity Stoys раскупают мгновенно. Поэтому самое удобное это покупать через предзаказы, потому что вот сколько собрали предзаказов, столько кукол и выпустят. И в моих куклах очень часто на сертификаторах какие-то неровные, некрасивые цифры именно по этой причине. Ну и вот, наконец-то, 1 августа мы все вспомнили о том, что у нас были еще вступительные куклы, и вот они появились, и нужно было оплачивать их уже окончательно. В каждом клубном годе выходит еще пять кукол, которые приобретаются именно участниками V-Club. Они выпускаются именно для этих самых участников клуба. И первая кукла, которую нам показали, первая клубная кукла так называемая, это была Poppy Parker Superagent Gift Set. И его я тоже заказала, и вот-вот он мне скоро совсем придет. Эта кукла выпускалась именно Gift Set, поэтому стоила чуть дороже, чем обычно, 175 долларов. то есть заказала я ее в сентябре, и приходит она вот в январе. 21 августа произошло такое немножко странноватое событие, потому что нам показали куклу от Jason Wu, и она довольно спорная, то есть я ее заказывать не стала, потому что это совсем не мой формат. Если вы знакомы вообще с дизайнером Джейсона Ву видели его показы, мод, видели то, что он шьет, что он делает, то да, это его формат. То есть это те девушки, те женщины, тот типаж, который нравится ему, и с которым он любит работать, но точно не мой, потому что я люблю, наверное, более таких дерзких дам, он выпустил такую очень холодную, скуластую даму, которая мне вообще не зашла, как на самом деле и многим, по крайней мере, российским коллекционерам, на самом деле и многим зарубежным коллекционерам тоже, но свои любители ее, конечно же, нашлись, и тираж, естественно, был радостно распродан. Тираж был не очень большой, он был всего 500 штук на мир, и кукла эта продавалась через лотерею. И 24 августа в рамках IFDC конвенции нам показали новую линейку, точнее, линейку старую, это была линейка Поппи Паркер с новыми ее представительницами. Это были 4 куклы Поппи Паркер, 3 куклы по стоимости 160 долларов и 1 в гифсете за 185 долларов. Все они продавались через лотерею, и в этой лотереи я участвовать не стала, просто потому, что уже к сентябрю, к августу уже было столько разных Поппи Паркер, что хотелось уже чего-то другого, тем более весь год я ждала Ванессу, потому что это мой любимый молд, очень хотелось Ванессу, до сих пор не дождалась, и поэтому Поппи Паркер уже новых я заказывать не стала, потому что подумала, что, наверное, достаточно для одного года мне Поппи Паркер. В сентябре было, конечно же, много писем о предстоящей конвенции, о том, что можно, что нельзя делать, все напоминания, все правила, и так как конвенция впервые происходила в режиме онлайн, то я думаю, что компания Integrity Toys тоже очень волновалась, и пока мы все ждали, 26 сентября нам показали еще одну микрокапсульную коллекцию, которая состояла из нескольких совершенно разных кукол, из разных линейок, всех кукол можно было приобрести через дилеров, и первой линейкой были два мальчонки из линейки Monarch. Далее нам показали еще двух девушек из новой линейки Meteor, двух бельевых кукол из линейки New Face. Кстати говоря, эти куклы стоили по 115 долларов, и я тоже задумываюсь, почему я их не купила, потому что, во-первых, прайс на них был довольно приятный, а во-вторых, бельевые коллекции New Face мне очень нравятся. Там тоже все было не очень просто, то есть, это была и покупка через дилера, и лотерея одновременно. Но, опять же, как бы запутанно все ни было, ошибиться практически невозможно, потому что вам приходит очень подробная инструкция, куда нажать, что делать, когда, чего ожидать. И еще нам показали двух девочек из Fashion Royalty. И 2 октября можно было предзаказать еще одну куклу из линейки Fashion Royalty, которая была создана по дизайну человека, который выиграл конкурс дизайнеров и по его эскизу была создана кукла Fashion Royalty. 12 октября показали вторую клубную куклу года, и это потрясающий гифт-сет с куклой Fashion Royalty в вечернем платье и белье. И эту куклу я тоже предзаказала и очень-очень сильно жду. 19 октября нам предложили поучаствовать в еще одной лотерее, чтобы выиграть кукол, точнее, право на покупку, двух кукол Poppy Parker, практически одинаковых, одна в светлом варианте, другая в темном, от дизайнера Джейсона Ву. Но опять же, Poppy Parker было очень много, не заказывала. И вот мы добрались до конвенции, которая началась 5 ноября, но об этом и о дальнейших событиях года я расскажу вам уже в следующем видео. Пишите, какие у вас возникли вопросы, чтобы в следующей части я на них тоже ответила, и чтобы мы разобрали Виклаб вдоль и поперек, знали точно, с чем мы имеем дело, и вы тоже не боялись в него вступать и участвовать, потому что Виклаб это самый выгодный способ покупать кукол, потому что как только они выходят на вторичный рынок, их стоимость возрастает примерно полтора, два, десять раз, поэтому если вы хотите пополнять свою коллекцию куклами интегрити, то есть не за какие-то космические просто деньги, а где-то по сегодняшнему курсу с учетом доставки, одна кукла у меня выходит примерно 13-15 тысяч рублей, но если вы хотите себе действительно качественных красивых кукол в коллекцию, то вступить в Виклаб точно стоит, причем можно даже вступить в Виклаб, заплатить эти 50 долларов за вступление, не вступать ни с одной куклой, да, то есть не доплачивать за кукол, и вообще просто весь год смотреть просто что происходит, и не купить никого, так тоже можно, хотя бы для того, чтобы разобраться, что же там происходит, либо можно купить там двух кукол за год, то есть вы полностью сами выбираете кого из кукол вам покупать, никто вас ничего покупать не заставляет, поэтому собираем вопросы, пишем, не стесняемся, и будем разбираться во всех трудностях Виклаба Integrity, то есть коллекционирования американских магазинов вместе.